Сначала я хочу поблагодарить организаторов, особенно доктора Раджабова за приглашение, потому что я выбрал тему в хорошем смысле, без жалоб по остаточному принципу. Когда мы обсуждали программу, я сам хирург, а не молекулярный биолог, не патолог, именно взял эту тему, потому что как раз ту тему, которую мне предлагали, она повторяла бы последующие доклады, поэтому, несмотря на то, что я хирург, взял такую тему, если я где-то терминологии, если здесь есть морфологи или молекулярные биологи, если терминологии, если я не так буду произносить или говорить, простите, пожалуйста, я готов к критике. В самом деле, для тех, кто меня не знает, я такой же выходец из амкоцентра, как наши председатели, я 15 лет там проработал, сам болел раком шторидной железы, трижды оперировался, поэтому эта проблема для меня родная. И поэтому в свое время я считал, что этим уже пора заниматься еще химиотерапевтом, пока не только нам, хирургам, да, вместе с морфологами, с генетиками, это очень-очень важно, пока рак шторидной железы остается хирургической болезнью, пока. И что касается распространенного рака шторидной железы, мы все знаем, что, к сожалению, это чаще всего не хирургическая болезнь, а химиотерапевты, то есть медицинские онкологи, как и зарубежные терминологи говорят, они еще не в состоянии этих пациентов принять, и к нам на помощь приходят только лучевые терапевты с паллиативной целью. Вот, теперь давайте следующий слайд. Еще я скажу, что я пока еще и действующий хирург, и при этом очень много организационной работой занимаюсь. Сейчас чаще всего оперирую в частных центрах в Москве, Подмосковье и Дивеевской центральной районной больнице в Неблохина, Нижегородской области. Это так, для справки информации. Но показатель пятилетней выживаемости, мы знаем, что более 95% при дифференцированных формах рака шторидной железы, и даже в хороших руках 20-летняя выживаемость уже больше 95%. Но всегда у нас есть пациенты, которые, к сожалению, рецидивируют, и есть йодорефрактерные пациенты. И для них, слава Богу, последние лет 5-6, вот из 2010 года, начали появляться. То есть до 2010 года можно было говорить, что вообще ничего нет. Но сейчас уже начали появляться лекарственные средства, которые отдельным группам пациентов помогают. И еще не все понятно в плане механизмов, как нам эту группу выявить, и каким образом, кому именно конкретно назначать тот или иной препарат, это очень сложный выбор, и дороговизна, это все еще отдельная тема. И нам, хирургам, нужно уже образовывать себя не только в морфологии, еще в молекулярно-генетических аспектах рака шторидной железы. Вот на этом слайде просто два момента основных. Это активация РЭД, БИРАФ-мутации и РАС, из-за которых какие-то, то есть у нас самые распространенные, которые возникают из фолликулярной эпителии. Из фолликулярной эпителии я просто специальную морфологическую картину здесь показываю. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы живем сейчас в эпоху таргетной терапии, иммунотерапии и все прочее, где сейчас очень модно геномный анализ делать, но пока золотым стандартом является морфология. Кроме ведущих учреждений, их можно по пальцам пересчитать в России, у нас есть серьезные проблемы с морфологией, корреляция с морфологией очень нужна. И когда мы найдем эти таргеты или мутации конкретные, которые нам помогут адресно помочь этим пациентам, если мы хорошую морфологию сделаем, мы будем дальше геномный анализ делать тем, которым нужно, не просто подряд всем. Здесь немножко в другом варианте, чем доктор Шаак показывает, как обычный дифференцированный рак трансформируется в анапластический, как переходит через фолликулярную аденому, фолликулярный рак и анапластический рак, или через популярный рак, дальше в анапластический рак. Считается многими клиницистами, что долго существующие фолликулярные и популярные раки переходят в анапластический. Конечно, есть гипотезы даже ведущих экспертов западных, которые говорят, нет, это самостоятельная единица. Я думаю, что это отдельный вопрос для спора, на который мы ответа пока не имеем. На этом слайде сигнальные пути, которые задействованы в развитии рака щитовидной железы, нарисованы. Следующий слайд будет еще более конкретный, с процентами. Я покажу еще. Мы сегодня имеем примерно 15 вариантов рет-активации при раке щитовидной железы, которые из них, RED-PTC1, это при популярном раке щитовидной железы, и 3, они наиболее распространенно встречаются у почти 90% пациентов. Это я пропущу, это больше для молекулярных биологов. И RED-PTC1 связано с классической морфологией, и RED-PTC3 связано с солидной фолликулярной морфологией, с худшим прогнозом. Когда мы вот такие отдельные детали имеем уже, где прогностическое значение понятно, вот пока непонятно прогностическое значение, ни один молекулярно-генетический параметр не может становиться хоть каким-то маркером. И на сегодняшний день в мире зарегистрированы 4 препарата для распространенного рака щитовидной железы. И это они все киназные ингибиторы, и их таргеты здесь указаны. Да, вот еще несколько лет назад таргетная терапия, это была самая модная, особенно при разных солидных опухолях и при меланоме. Меланома оказалась очень хорошей моделью, и теперь благодаря таргетной терапии и иммунотерапии впервые мы имеем улучшение выживаемости пациентов при меланоме, при котором мы считали, что вообще невозможно помочь. Я думаю, что осталось еще какие-то 5-7 лет, примерно то же самое с этим контингентом наших пациентов будет происходить в плане таргетной терапии и иммунотерапии. Но зато мы уже имеем уроки из опыта при таргетной терапии меланоме, что мы, к сожалению, имеем резистентность к лечению, очень быстро вырабатывается, и потом быстрая прогрессия болезни возникает. Это меланоме очень красиво. Мы увидели еще до регистрации препаратов, и в онкоцентре тогда у нас был колоссальный опыт лечения пациентов бирафингибиторами, мекингибиторами, но, к сожалению, это тоже пока еще в чем-то тупиковый путь развития таргетная терапия, потому что эти таргеты в море, мы не все знаем, мы где-то, как бы куда-то стреляем, а в другом месте взрыв происходит. Вот очень интересное исследование, которое на АСКО было представлено в этом году, это анлатиниб, китайское исследование, к сожалению, которым они пытаются, как сказать, доказать место этого препарата, но пока в мире я не нашел, как сказать, нигде это исследование больше, кроме Китая. Потому что тоже опять есть примеры при других опухолях, когда есть отдельное исследование китайское, очень хорошее, они потом получили применение в мире, некоторые, многие из них вообще не переходят, посмотрим, пока это больше вопросов, чем ответов. Вот на этом слайде как раз указаны, вот тот именно БИРАФ, если мы будем определять у наших пациентов, при меланоме 50-60%, при популярном раке щитовидной железы от 30 до 70% в разных популяциях. Еще не все понятно, там при колоректальном раке 10%. И мы при меланоме уже знаем, что БИРАФ, ингибитор, как я вам уже говорил, когда мы лечим, если из-за токсичности мы снижаем дозу или прерываем лечение, уже быстрая прогрессия. Но зато есть другой нюанс, что когда мы начинаем лечение у пациента, который имеет огромное количество, тысячи даже метастазов, может быть, на глазах прямо тают эти метастазы, и это уже мы много примеров увидели, но на самом деле мне кажется, что мы придем в скором времени к комбинации таргетной терапии, иммунотерапии и остальной лекарственной терапии. И теперь несколько слов в конце об анапластическом раке, который является редкой опухолью, при которой медианная выживаемость, ну с момента у нас у всех, у кого этих пациентов, в принципе, кто лечит рак четвертной железы, периодически мы видим этих пациентов, но, как правило, мы за считанные месяцы их теряем нередко за считанные недели. И пока отсутствуют эффективные варианты лечения, но теперь все сводится к геномному анализу, есть такой comprehensive genomic profiling, это самое большое исследование, которое мне удалось найти вместе с Кристиной Вячеславовной, которая мне помогала с этой презентацией. И там как раз TP53 и BRAF, это первые два, то есть эти два таргета наверняка опять при анапластическом раке тоже имеют значение. Поскольку имеется еще огромное количество различных мутаций, поскольку анапластический рак такой племорфный, и огромное количество там, как сказать, факторов, наверное, есть, которых мы не знаем, пока мы не знаем, на что, как сказать, стрелять, куда стрелять. Вот. Ну, я пропущу в интересах времени. Но сейчас идет уже несколько клинических исследований в мире для лечения анапластического рака шторидной железы, поэтому я, в принципе, всегда свои слайды даю, не буду зачитывать и в интересах времени. Что дальше? Мы должны еще больше изучать молекулярные механизмы, нужны новые средства и новые механизмы. Иммунотерапия, как я уже говорил, которая уже применяется при других опухолях, наверняка уже в ближайшем будущем очень широко будет испытываться при распространенном раке шторидной железы, который, может быть, нам даст какой-то ответ, и, может быть, мы доживем до того, что это все приведет к тому, что сильно сократится объем работы хирурга, и нам придется искать других пациентов для своей работы. И у меня никакой финансовой заинтересованности ничего нет. Благодарю за внимание. И, пользуясь случаем, я только хочу два объявления сделать. 1-го 3-го октября уже 4-й всемирный турне, который в рамках Всемирной федерации головошейных обществ будет проходить в Москве в этом году. Многие из вас знают, вы участвовали, и во главе с профессором Ша они приезжают, но буквально вчера мы договорились, что совместно с институтом МРНЦ в Обнинске третий день будет полностью посвящен именно раку щитовидной железы. Очень подробно и параллельно будет наш 27-й или 28-й евразийский семинар по онкопатологии по раку щитовидной железы. Тоже с участием ведущих экспертов. И это будет в новой Москве, это бывшая подмосковная Троицка, рядом там, и теперь это Москва. Мы все возможное делаем, чтобы было очень дешево и сердито. Поэтому, пожалуйста, вовремя регистрируйтесь. Буквально через 10 дней откроется регистрация на сайте eafo.info. Последнее. От 3-4 июля здесь в Санкт-Петербурге будет проходить евразийский форум по раку гортани, посвященный 75-летию Вячеславовича Лубаева, моего учителя, который родился в этом Васильевском острове 21 июня 75 лет назад. Поэтому тоже приезжает огромное количество ведущих экспертов со всего мира, которые его знали, с которыми с ним дружили. И, пожалуйста, тоже регистрация открыта. Даже подача тезисов мы специально продлили до 27 числа. Благодарю за внимание. Спасибо, доктор Сома, за интересное сообщение. Пожалуйста, у кого есть вопросы, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Ваше отношение к кальцитониновому стимулированному тесту, он остался в прошлом, при распространенном раке? Или все-таки есть смысл для прогноза оценки его использования? Понимаете, я бы хотел, что Кристина Вячеславовна здесь нет. Но, в самом деле, я здесь в этом вопросе честно скажу, не эксперт. И поэтому давайте я вас познакомлю с Кристиной Вячеславовой, которая химиотерапевт, моя бывшая студентка, которая вам очень профессионально ответит, потому что у меня есть свои отношения, которые я считаю еще непонятным для меня. Хорошо? Можно я вместо Вашей студентки тоже внесу комментарий по поводу стимулированного? Вы имеете в виду, например, медулярном раке? Ну, а стимулированный пентагастрином или кальцием? Что вы имеете в виду? Кальцитонин. Кальцитонин чем? Что обсуждается сейчас по рекомендации? Ну, его можно стимулировать пентагастрином, можно кальцием стимулировать. Ну, неважно. Я могу сказать, что, например, если мы отталкиваемся от рекомендаций американских, от А, то они отказались от этого теста, как не информативного, потому что он дает очень часто ложноположительные результаты. Я думаю, что нам стоит отталкиваться от этих же рекомендаций, потому что у них очень большой опыт в этом вопросе. они проводили даже скрининговые исследования на эту тему. У нас никакого опыта? У нас нет, но я думаю, что не нужно повторять ошибки, которые уже есть. Ну, и если можно, пару комментариев тоже по докладу. То, что касается гипотезы додифференцировки фолликулярной аденомы в анапластический рак, я думаю, что, мне кажется, вот по моему опыту, что это действительно правильный путь и правильная гипотеза, потому что даже на наших пациентах, которые мы с вами видим, вместе оперируем, например, с низкодифференцированным раком, не еще не анапластическим, а низкодифференцированным раком, который, в принципе, можно оперировать, но мы видим, что спустя какое-то время, через 3-5 лет, появляется рецидив уже в виде анапластического рака. И это подтверждается эпидемиологическими данными, что в 50% случаев анапластический рак доказанно морфологически развивается на фоне председствующего дифференцированного рака отчетовидной железы. И еще один комментарий по поводу мишеней молекулярных. Вот этот фактор P53, T-P53, он, конечно, не является классическим мишенью для таргетной терапии, потому что это фактор мутации выпадающая. То есть это P53, как известно регулятор регулятор клеточного деления, апоптоза. И здесь, скорее всего, он является моделью для вирусной векторной терапии, то есть для того, чтобы внедрять туда здоровый P53, чтобы он регулировал. Но это просто комментарий. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Я только добавлю к вашим словам, что даже в мой случае классический вариант, когда у меня исходно был поставлен диагноз популярного рака, он был в чистом виде популярный рак, цитологический. Через 12 лет, когда у меня возник рецидив, это уже был диффузно-склерозирующий вариант. Татьяна Тихонна Кондратьева меня пригласила. Прямо оба стекла, 12-летней давности и сегодняшней, прямо показала совершенно разная картина. Абсолютно. Поэтому это еще тоже, ну, в собственном примере тоже это увидел. Спасибо. Да, Андрей Павлович? У меня такой полувопрос, полукомментарий. Думаю, несмотря на то, что мы хирурги, мы должны, в общем-то, хорошо знать и молекулярно-генетические механизмы нашей патологии. И вот вы показывали как бы сигнальный путь, и в конечном итоге там у нас идет действие меккиназа. И вот как раз хорошо известно же уже комбинированное воздействие при меланоме, БИРАФ, ингибиторы и меккингибиторы, ингибиторы меккиназа, и применяется инкомбиметиниб. Может быть, нам задуматься о исследовании проведения вот тоже при высокодиферцированной форме комбинированного воздействия БИРАФ и меккиназ. Надо это обсудить, может быть, даже в таком масштабе нашей федерации. Могу ответить. Андрей, это, на самом деле, очень-очень-очень здоровое предложение, но пока хотя у нас уже некая инициатива есть, скоро мы об этом заявим, вот когда мы по поводу рака гортани будем собираться, там будет совещание по этому поводу, вы будете там. И, на самом деле, уже пора, настала пора, когда мы должны инициировать копирированные исследования не только по данному вопросу в принципе. Поэтому давайте будем обсудим вместе, но всегда упираться в деньгах и всегда вместе искать легче и эффективнее. Спасибо. В интересах времени больше не хочу говорить. Спасибо. Спасибо большое. хорошо